Всем привет, с вами Алекс, канал Burry Lab. О вулканах и землетрясениях, как обычно, начинаем обзор Солнца. Но сегодня кинотеатр у нас не работает, к сожалению. И поэтому мы смотрим последнюю фотографию, которая есть 31 числа, 10.54 сегодня. На Солнце мы увидим, что все спокойно, но обратите внимание, вот такой луч направлен, как будто прожектор Солнца. И вот рядом с этим прожектором находится вот такой объект, который связан с Юпитерианской кометой. Но вроде бы она должна пролететь мимо Солнца, и считается, что эта комета может даже вылетать за пределы нашей Солнечной системы. То есть вот такие вот интересные сообщения поступают. Ну ладно, идем дальше, смотрим по факту, что у нас вот свеженькая, так-то на уровне Б было, но вот свеженькая С4.88 вспышечка и зона 3207. Посмотрим. Сейчас вероятность небольшая, С-класс 75%, сейчас вспышек М-класс 15% и Х-класс 5%. Ну немножко подняли, немножко подняли, значит что-то изменилось, а что изменилось? Вот 3207 появилась зона как раз на 8 часах, мы ее ждали, ждали. Ну сначала появилась 3206, но вчера мы увидели уже первое пятно, сказали, что там должна быть еще зона. Но при этом, смотрите, на 10 часах здесь засохло. 007КРД спрашивает, почему дыры из-за угла всегда, с обратной стороны Солнца ничего там не бьет его? Нет, его ничего не бьет, но возможно влияние планет на это, возможно влияние тоже других звезд. Это мы уже установили, что как раз вот когда там Венера в сочетании с другими планетами, затем когда Юпитер с другой стороны, могут оказывать влияние. Так что вот такие вот дела. Людмила Кравец пишет, спасибо за обзор, как хорошо, что сегодня пораньше ваше обозрение. Да, иногда получается чуть пораньше, конечно идеально было бы вообще пораньше все делать, но, к сожалению, не всегда так получается. Вот Оксана Дикая пишет, добрый день, Алекс. Солнце уменьшило активность и Земля отреагировала. Точечное землетрясение Миран, Китай, вулканы выбросы сделали. Это как в сети, если падает напряжение, то лампы начинают мигать, пока магнитное поле не синхронизируется. Ну, как мне кажется. Ну, ваше размышление правильное, потому что связано это с чем? Связано это как раз с образованием дыр, которые возникают в относительно спокойные периоды, когда активных зон небольшое количество. Сейчас солнце довольно-таки активное, поэтому дырам тяжело сейчас образовываться. Всего у нас 17 пятен в 5 активных зонах в настоящий момент. Вот, да, вот это 0,7 зона такая, довольно-таки, как говорится, с широкой дышей, вот, с широким охватом. Ну, по дырам вот только вот здесь вот что-то видно, какие-то зачатки вот небольшие совсем. Давайте посмотрим в другом диапазоне. Да, никаких шансов практически нет. Вот, ну, здесь хотя бы с юга появляется вот полярная, но она не будет оказывать никакого влияния на нашу планету. Вот, ну, хотя бы что-то там появляется. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас с геомагнитной обстановкой. Все нормально в районе троечки-двоечки, то есть салатовой зоне. Прогноз вот ставят на 2 февраля до уровня 4, то есть такое умеренное геомагнитное возмущение. Но посмотрим, состоится оно или нет. По вулканам у нас 46 вулканов, при норме 40 сейчас извергается. Кстати, 46-м стало Чекурачки, который находится рядом с Ибеком на острове Парамушир. Это северный Курилы. Так, давайте почитаем, что у нас интересного. Пишут, да, кстати, про Ибека. Вот Матвей Кузнецов задает вопрос. Алекс, а почему Ибека, старичок? Ему всего 2300 лет. В той же Этне больше 500 тысяч бабушку уже получается. А вы знаете, это как зависит от поведения. Я оцениваю по поведению. И то же самое, кстати, и про людей можно сказать. Да, вот есть молодой человек в Сочи. Зовут его Вьефимыч. Он там занимается чуть ли не каждый день на пляже. Там Ривьера есть. И он там занимается. Ему под 90 лет, по-моему. Не помню точно. Между 85 и 90. Прекрасно себя чувствует. Отлично координируется, да. И можно вот таких сердцов найти в 30 лет, которые уже все, вот они просто ходят, оболочки. А глаза глянешь, а там ничего нет. Там все. Вот. Ну и то же самое с вулканами. Дальше Матвей пишет. Какую опасность для Европы может представлять Этно? Опасность с тем, что ветры отсюда, с Сахара идут, да. И все это идет в Восточную Европу. Поэтому, если там что-то крупное произойдет, то, соответственно, все вот это будет покрываться зоной пеплом. Ну и плюс цунами, локальные сильные землетрясения, да. Там вот это Мессинское землетрясение было в конце 19 века. В начале 20-го. Вот. Да. Дальше. Матвей пишет. Наверное, на Мальте все-таки новый подводный вулкан пробивается. Вполне возможно. Абсолютно. Потому что, в общем-то, сейсмичность там сохраняется. Мы сейчас об этом обязательно поговорим. Сейчас давайте почитаем, что пишут новости про вулканы интересные. Вот вулкан Ассо, остров Кисю в Японии. Начиная с полудня, 30 января, сейсмическая сеть японского агентства зарегистрировал периоды высокоамплитудного тремора. И, соответственно, после этого вышел парогазовый шлейф. Где-то 300 метров над кратером. Он содержал большое количество оксида серы. И, что не исключает ученые, это взрывное извержение вулкана. То есть, это вполне возможно. Так что, смотрим за Японией, как у них там развивается. А мы с вами, давайте, переходим к землетрясениям. У нас 42 землетрясения, мы говорим, это 4,9 и выше. То есть, крупных землетрясений. При норме 50, то есть, 80% от нормы где-то сейчас находится. Алекс Алекс пишет, поднятые пальцы вверх 4 раза. Благодарю вас. Черт побери, пишет, Такламакан это пересохшее море. Да, абсолютно верно, это пересохшее море. Сейчас на Европе посмотрим, почему такой интерес к Такламакану. Потому что мы видим, здесь опять произошло крупное землетрясение. 5,3 на глубине 10 километров. Виталий Вишталюк пишет, спасибо. Я вижу, что в Украине очень редкие землетрясения. Да, и в основном на западе Украина происходит. В районе Карпат часто бывают отголоски от зоны Вранчо из Румынии. Вот отсюда, да, идут. Но, кстати, не забываем, что также со стороны Крыма тоже возможна сейсмичность. И, кстати, в районе Донбасса там тоже есть своя локальная сейсмичность. Там редко возникают и мелкие магнитуды. Но, в принципе, там вот эти вот холмышки, которые есть, они могут генерировать землетрясения. Это надо тоже помнить. Так. Далее. Вот такая интересная просьба от НС. Любовь. Алекс, здравствуй. У меня просьба. Прошу вас, не показывайте европейскую службу. Их не понять. А что-нибудь понятно. Ну, вот европейская служба. Все мне нравится, допустим. Потому что сразу видно по цвету. Это неглубокие землетрясения на южном острове Новой Зеландии. Здесь 4,3 на глубине 15 километров. С синим цветом это глубокие. С фиолетовым сверхглубокие. Вот, допустим, Кермандек здесь, да, 4,0, 4,1 на глубине 450 километров. Ну, вот есть средней глубины желтого цвета 4,9 на глубине 48 километров. Но вообще вот ситуация в районе Новой Зеландии мне как бы не совсем нравится. 4,3 фиджа 538 километров. Сюда все направлено, мы видим, да, с глубин. Ну, вот Лолти, острова 4,5 на глубине 10 километров. Ну, и здесь вот к югу от Австралии 4,8 на глубине 10 километров. А в самой Австралии, здесь на юго-западе у нас мелкие землетрясения. На западе 3,3 на глубине 10 километров. Вот такие вот у нас дела происходят. Ну, теперь давайте перелетим в Европу. Посмотрим, что здесь. В Исландии, вот здесь на юго-западе от Исландии, есть сейсмичность. Вот, кстати, Ян-Маен. Очень интересный остров Ян-Маен, 2,0. То есть, фактически, это вулкан. Это два вулкана или один вулкан с двумя жерлами, да. И там высота над уровнем моря, этого, исполина, где-то почти 3 километра. 2,800, что ли, чем-то. И вот на перемычке между этими вулканами, там озеро отделено от океана такой косой. Вот эта коса используется в качестве аэропорта. Ну, и чуть выше над этой косой, там несколько буквально домиков стоят. Это метеостанция, там военные располагаются. И все. И вот люди кукуют вот так вот посреди океана. Вот с такими условиями. Так, на Канарах у нас 3 мелких землетрясения, в районе Гибралтара довольно-таки бодро. Давайте чуть увеличим, что здесь интересного. У нас на Балканах, смотрите, прям большое количество мелких землетрясений. То есть, Словения, Хорватия, Босния. Здесь, кстати, крупные землетрясения, может шарахнуть только так, в районе Шестерки, там, под Семерку. В Теренском море вот у нас 3,2 на глубине 308 километров, такое глубокое. И Мальта, Мальта, смотрите, 5,2, 10 километров глубина. И вот эта вот серия автошоков здесь все продолжается. В районе Греции все красное, да, Крит, запад Турции, все-все такого красного цвета. То же самое на северо-западе Ирана. Ну, вот это мы вчера разбирали, 4,3 у Сирии. Вот новое в Азербайджане землетрясение, 4,1 на глубине 13 километров. Вот такие вот события происходят. Так, в восточном Иране 3,9 на глубине 2 километра. На запад от Индии 3,7. Вот, кстати, дроллер Юморшутки пишет про Иран. Давайте вернемся чуть. Землетрясение из-за взрывов в горах, заводово производства ядерных технологий. Ударили с Х-37Б вольфрамовой болванкой, так называемое гравитационное оружие. Пробило гору и бетонный саркофаг. Ну и все внутри взорвалось. Полное обрушение. Видны были так называемые электрические флюиды, как огни святого Эльма, вырывающиеся из-под земли в месте удара болванки. Что говорит о техногенном происхождении землетрясения? Природные землетрясения не приводят к таким электрическим явлениям. Природа сбрасывает электрическое поле как-то по-другому. А в случае рукотворного происхождения силы электромагнетизма вызывают коронарные разряды в местах разлома и выбросы электрической плазмы. Так, ну дальше немножко политики, на этом остановимся. Но смотрите, какое количество автошоков большое, да. Это во-первых. А во-вторых, вспомните хотя бы землетрясение в Новой Зеландии. Там вот эти молнии и вот эти зорницы, которые были видны за сотни километров при природном землетрясении. То есть такое тоже бывает. Мьянма 4,6, здесь нагло мне 56 километров. Западной Китая неспокоен 3,0 здесь 10 километров. Кашмир, Синьджан 10 километров. И вот в центре Ламакана 30 километров. Вот такие вот у нас события происходят. Так, ну Южную Сибирь не показывает, зато показывает, смотрите, Сахалин. Опять здесь произошло сегодня 4,5 на глубине 13 километров. И так, и еще у нас 3,8 произошло на глубине 5 километров. То есть совсем не глубокие. И на прошлой неделе я говорил о том, что на Сахалине проблема. И проблема в том, что вот эти вот четверки, они мерцающий характер носят. То есть уже года 2-3 целиком. И, в общем-то, там существует определенная опасность крупного землетрясения. Так, в Японском море, это вчера тоже разбирали 4,4 на глубине 347 километров. По востоку Японии средней глубины, в основном землетрясении. Вот, рядом с Тайванем, вот здесь 5,1 на глубине 10 километров. В проливе мелкие землетрясения на северных Филиппинах, тоже средних. Южнее Филиппина, здесь уже средней глубины. Ну и здесь вот в Маловском море продолжаются автошоки. Смотрите, как покраснело все Сулависио. Прямо так серьезно и во всех направлениях острова. Вот, на запад 4,1 на глубине 10 километров. У нас Суматра красная. Ява, но магнитуды мелкие. Морибанда глубокая, 4,5 на глубине 159 километров. На западе Папуа 4,2 на 10 километров. Но здесь мы уже смотрели. Давайте глянем, что у нас здесь. На Гавайях там двоечки, да? Основно представлено. Так, что там перелетело-то? Так, давайте Африку глянем. В Африке вот здесь вот в проливе. Это мы вчера разбирали, да? В Азербайджанском проливе на глубине 10 километров. Но так вроде бы ничего нет. Вот в Канаде, в Британской Колумбии 4,5 на глубине 5 километров. Продолжаются у нас здесь на северо-западе Канады 4,5 на глубине 5 километров. На Аляске мелкая сейсмичность. Вот, смотрите, вокруг Килл-Стона ходят туда-сюда округами. Теперь в Западной Монтане 4,1 на глубине 5 километров. Довольно чувствительные, да? Со стороны Юты. Здесь в Вашингтоне тоже активность. На Западе США, в Калифорнии все красное. В Оклахоме, в Техасе. Давайте посмотрим Мексику. В Мексике, в общем-то, тоже все красное. Здесь поверхностные землетрясения 4,6 на глубине 5 километров. У нас на юге Мексики традиционно здесь средние и глубины глубокие. У Готамало средней глубины 4,0 на глубине 69 километров. У Никарагу 4,9 на глубине 65 километров. Ну и Коста-Рика, Панама все красные. То же самое традиционно Гаити, Доминикана, Пуэрто-Рико красного цвета. В Южной Америке сейсмичность мало выраженная. Юг Перу средней глубины. Север Чили средней глубины. Глубокие стороны Боливии и Северной Аргентины. Но 4,4 в Патусе. В Боливии 185 километров. В среднем Чили, здесь Аргентина, тоже в основном средней глубины. Магнитуды небольшие и неглубокие в южной части. Но здесь и магнитуды совсем маленькие. Давайте теперь перейдем к монитору землетрясения. Согласно монитору у нас 123 всего землетрясения. Магнитуды 2 и выше за последние сутки. Давайте посмотрим, что интересного здесь. На Мальте также вулкан еще не показался. Азербайджан тоже ни с каким вулканом не связывают. Зато вот здесь мы можем посмотреть. Во-первых, запад Токламакана, Казахстан здесь показывает 4,1 без глубины. Затем на Алтае у нас 3,3 на глубине 10 километров. Населенный пункт Беляши. Казахстан здесь показывает 3,6 без глубины. Опять Казахстан 3,1 без глубины. Вот это верифицировано от сибирского отделения РАН. Республика Алтай 3,3 будем так считать. На Сахалине тоже подтверждено. Здесь 4,5 на глубине 13 километров. Населенный пункт Александр Сахалинский 3,8, 5 километров. Вот такие вот здесь события происходят. Да, здесь даже чуть больше. Два раза по 4,5. Скорее всего, разные агентства просто взяли. Так, давайте посмотрим дальше. Что есть интересного. По остальным регионам, в принципе, то же самое. Запад Австралия здесь 3,2-10 километров. 3,3 на глубине 10 километров. На юг от Австралии. В Африке ничего нет. В общем-то, давайте посмотрим Америку. Что здесь интересного. Ну, 4,1 в Монтане. На глубине 5 километров. Не связали ни с каким вулканом. Остальное все, в общем-то, то же самое. Южная Латинская Америка. Вот, давайте глянем Гавайи. Здесь 3,3 на глубине 31 километра. Килауа вулкан. И 3,1 на глубине 31 километра. Тоже Килауа. Ну, что, можно подводить итоги. Конечно, активность такого среднего уровня. Ну, есть интересные вещи. Прежде всего, Запад Китая. Вот переход на Алтай. Здесь потом Закавказье. Вот здесь Северный Иран. Непонятные вещи. Мальт, Восточное Средиземноморье. Неспокойно. Ну, и вот можно сказать, что вокруг Елстона какие-то активности происходят. А с вами был Алекс. Канал «Бирбилабж». Отличного прожения. Продолжение следует.